Атава-Ихсан представляет Шесть случаев, когда разрешено упоминать недостатки людей. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, изрек «Остерегайтесь хулы, воистину хула хуже прелюбодеяния». Хула – это упоминание кого-либо словом, которое ему не нравится. Человек, который совершает прелюбодеяние, вскоре может раскаяться перед Всевышним. И Бог примет его раскаяние. Что касается хулителя, то Аллах его не простит до тех пор, пока не простит его тот, кто стал объектом его хулы. Помимо того, что данное деяние является грехом, оно еще является и нечистью в смысловом его значении, при наличии которой невозможно духовно приблизиться к Всевышнему. И Господь не принимает того, кто совершает хулу. Однако есть ситуации, в которых разрешается упоминать недостатки людей, и это не будет считаться хулой. И в этом не будет ничего греховного. Это относится к тем случаям, когда добиться того, что признается шариатом правильным, можно только с помощью упоминания о недостатках другого человека. 1. Подача жалобы Притесняемому разрешается подавать жалобу правителю, судье и другим из числа тех, кто обладает властью, или может по справедливости рассудить его с обидчиком. При этом Притесняемый может сказать «Такой-то обидел меня в том-то». Сообщается, что посланник Божий, да благословит его Аллах и приветствует, изрек «Поистине имеющему право на что-либо следует предоставлять слово». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал «Затягиванием богатым выплаты долга есть в проявлении несправедливости». 2. Просьба о помощи с целью изменения порицаемого или возвращения непокорного на путь истины. В этом случае человек может говорить тому, на силу, кого он надеется в деле устранения порицаемого. «Такой-то поступает так-то, удержи его от этого». И тому подобное в стремлении к устранению порицаемого. Если же он не стремится к этому, тогда ему это запретно. 3. Обращение с просьбой о вынесении решения по какому-либо религиозно-правовому вопросу. Тогда человек может сказать муфтию «Меня обидел в том-то мой отец, брат, супруг» и т.д. 4. Но имеет ли он на это право? Это разрешается в силу необходимости, однако надежнее и лучше будет сказать. Что ты скажешь о человеке, муже, который поступает так-то? Благодаря этому можно добиться своей цели, никого не называя по имени, но вместе с тем разрешается и назвать обидчика, о чем свидетельствует следующий рассказ, переданный от Айши, да будет доволен ею Аллах. Однажды Хинт, жена Абу-Суфьяна сказала пророку, да благословит его Аллах и приветствует, «Поистине Абу-Суфьян человек скупой, и он не дает мне того, что хватило бы мне и моему ребенку, если я сама не беру у него без его ведома». На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Бери достаточно для себя и для твоего ребенка, согласно обычаю». От имама Аль-Бухари и Муслима. Таким образом, она упомянула о том, что ее муж проявляет скупость и несправедливость по отношению к ней и ее ребенку. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует же, не стал удерживать Хинт от этого, поскольку она хотела получить свое. Четвертое. Предостережение мусульман от зла и желания дать им добрый совет, что допускается в целом ряде случаев. Когда нужно дать отвод передатчикам хадисов и свидетелям, в словах которых есть основа не сомневаться, что по единодушному мнению всех мусульман является не только дозволенным, но и обязательным в случае необходимости. Когда необходимо спросить совета относительно того, стоит ли вступать с кем-либо в родственные отношения, заключить брак или сотрудничать с ним, или доверять ему что-либо на хранение, или жить с ним по соседству. Тот, к кому обращаются за советом, не должен ничего утаивать, но, напротив, он должен упомянуть обо всех его недостатках, желая дать добрый совет. Если кто-нибудь увидит, что изучающий религиозные знания посещает приверженца нововведений или нечестивца, воспринимая от него знания и побоится, что это тому повредит, в подобном случае он должен дать ему добрый совет, объяснив его положение и при условии, что он действительно стремится дать ему добрый совет, так как в подобных обстоятельствах легко допустить ошибку, ибо возможно, что говорящего об этом побуждает зависть или обманывает шайтан, внушающий ему, что это добрый совет. Пятое. Когда кто-либо открыто предается пороку или придерживается нововведений. Например, если дело касается открытого употребления вина, создания всевозможных препятствий людям, присвоения чужого имущества. В таких случаях разрешается открыто говорить о том, что совершается, но запрещается упоминать о прочих его недостатках, если только это не является недозволенным в силу одной из вышеупомянутых нами причин. Шестое. В том случае, когда человек известен под каким-нибудь прозвищем, например, хромой или слепой, произносить такие слова можно в силу необходимости, чтобы как-то отличать его от других, а также, чтобы это не было неприятно ему самому, если это уже вошло в привычку. Вместе с тем, если есть такая возможность, называть его иначе было бы лучше. Мир, милость и благословение Всевышнего вам! Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!